уже снимаешь давай скажу дорогие друзья представляем вам всему вниманию motoland enduro новый мотоцикл очень популярный по крайней мере в нашем городе на покупали их уже много людям нравится катаются история в июле купили сейчас конец сентября он уже здесь у нас первый пока в этом в этом так сказать обличие мотоцикл что рассказываю что случилось во-первых товарищ изначально сорвал пробку сливную вот здесь вот масло внизу покажешь нет теперь капает масло не сильно но подкапывает то есть надо будет резьбу перерезать будем это делать так ну что ж повторюсь что мотоцикл этого года 2021 с июля месяца сейчас сентябрь прошло два месяца он уже у нас их против эксплуатировался он кстати очень так все суровых условиях товарищ на него на нем топил это как бы конечно техника для перемещения по бездорожью сделано по асфальту на все деньги ездил как бы это тоже он зря так делал пробег пойдем покажем пробег пробег у нас ага побег 4000 ну почти 5000 километров не горит указатель скорости то есть нейтрали так сказать он срабатывает как это то есть тестирование и все дальше не работает вот товарищи последнее время заводил только с толкача потому что с кика он что-то тоже плохо заводился старте соответственно не работал потому что аккумулятор сдох заводил с толкача в один прекрасный момент цепь слетела и с тех пор он не заводится совсем перед этим что-то загремело еще в двигателе я подозреваю либо цепь грм либо может клапана будем смотреть все это изучать а почему все сдохло возможно когда при обрыве цепи что-то там повредил генератор будем смотреть но индикатор скорость не показывает ясно что он там оборвал на датчике провода скорее всего очень будем разбирать смотреть ну еще пару слов что скажу двигатель 250 кубов двигатели 172 fm в общем 170 мы снимали тут что-то как бы похожий двигатель в общем и в целом похоже как бы на 170 мм то есть в общих чертах ну что ж начнем я думаю начнем мы с того что снимем крышку где слетала цепь посмотрим что там с датчиком скоростей номер вот здесь двигателя по левой стороне внизу под генератором где вот цепь звездочка то есть вот здесь номер 172 fm и номер двигателя для начала снимаем вот эту крышку вот по ходу три болта посмотрим что у нас тут с датчиком переключения дальше по плану будем уже двигаться на и посмотрим что там с проводами а дальше посмотрим так особенно пуске алюминия ну да цепь когда оборвалась всегда был удар до сломала здесь вот куска вообще нету выломала они типа толкали его до с дурью типа толкали так смотрим чего здесь дальше вот так вот это защита была на это была защита так защиты кстати как на 170 мм тоже также было так как бы от цепи защищала походу плохо защитила учет какой-то хомутик висит там нужны были руки человеческие наверное нет опана круто все все мясо все провода еще бы здесь была искра она смотрю все да видите все здесь шикарно а вот у нас и датчик переключения да также по ходу цепь ударила сюда аликота перебой все здесь придется делать на скрутку видишь да все вывесит работала и еще бы здесь была искра вот это генератора колодка до защита такая себе не на просто цепь довольно-таки удары здесь был хороший ударил их ладно хоть вот здесь картер не пробил по генератору не раздал балла ну вот как вот это придется не знаю но может углубим болт попробуем подсверлить поглубже хотя бы на несколько ниток навернуть это мы поколдуем диван уберем тут шланчике покажу где там разбила наверху зашла чего мне шланчик поднимет отверстирует это шланник это шланчик от стартера виду да здесь была защита который прикрывал эти провода но она не выдержала ударила по ходу мне кажется защиты вот здесь вот разбила защиту сама же уничтожил эти провода да да так видим датчик холла перебит то есть уже соответственно искры не будет никакой поэтому мне больше не смогли завести а чё гремела сейчас будем попозже разбираться возможно цепь возможно клапана так это все сейчас придется масса тоже на соплях так это все придется делать на скрутку и чем-то изолировать обшу балдухи все нет красный вроде выдержал на коммутатор который питание идет нас искры кстати не дам брюс крыне до искры нет потому что датчик холла вот он разбился провод перебитый этот датчик полная который сейчас дорвал но да он висел зале цены заряд ли за весел на изоляции масса тоже практически тут уже можно хоть не конточного желтый кстати вот конечно не знаю что это такое за провод но скорее все это розовый желтый это на реле зарядки это однозначно то есть вход на реле зарядки подачи так сказать генератора выход там соответственно уже будет бортовую сеть уже эта переменка постоянка пойдет уже так но сейчас мы здесь все скрутим попробуем позаводить поколдовать вот здесь сейчас тоже проверим как вот это все вылечить вот эти вот вот это вот все тоже мясо а может прошло просто проще купить датчик новый этот скорости начнете альфины нет другой свой здесь свой мотоциклетный вот он вот он с ним покажем на болту нет не а муж не будет посмотрим чеку вот на болту не видно за проводками ниже свете на них проводку и вот здесь вот был болтом притянута вот здесь таблетка вот этот видно так себе да видно вот болтом прикручена здесь вот вот она таблетка откуда выходит вот этот пучок проводов тут знаю как шлейфом сделано опять же если скорости если крышки рублены тоже все провода же настал стаканом только живой по факту нужно наверное но потому что здесь сделано как шлейфом спаян вот так такую литку почему это сделано чтобы она такой плотненько проходила чтобы цепи не зацепляла вот так вот должна плотно вдоль генератора идти часть мы здесь наколдуем потом проблематично будет ее защитой прикрыть в принципе да наверно проще снять и пускай купить новый цепь много делов наделал видно снимаешь опля вот он вас цветет там центре какой-то еще штырь вот такой вот он там смотрите на тебя смотрят это мы-то должны тоже в дожке отсутить по моему насколько я знаю вот видите да вот она осталась когда у нас тут там куран устанавливается болтом так прикручивается так вот устанавливается если наклонить на цикл будет видно так хреново видно давай наклоняем о так что это мы будем менять того не стоит сейчас здесь вот колдовать из конечно мы не найдем туда будем колдовать а так пока думаю менять как ладно все ставь на место еще подлючим генератор попробуем колдовать честным завести как-то масло все проверим если нащупит потому что она утекает потихоньку сейчас вот это в принципе к этому подкрутим чтобы нас поменьше здесь был пучок да вот так вот сюда тут заизолирован уже как бы замыкание точно не будет так где изолента вот у меня осталось только один живой провод остальные все были перебиты ну что ж друзья искры у нас уже появились вижу хорошо искры уже есть покажи чем то сделали провода все скрутили как надо еще конечно потом надо будет все это аккуратно вот здесь все это под защиту сныкать как-то закрепить здесь защиту опять придумаем но это будем все колдовать здесь на дополнительно еще изолируем но пока не до этого пока надо дома довести это уже конечный результат будем производить такую наладку теперь будем пробовать возводить сначала проверим что там масло еще не вытекло все ли и попробуем завести как он будет работать будем пробовать заводить еще не все убежал через сломанную пробку честь пробкой будет целая история с пробкой тоже покажем как сделать так еще попробуем подумать где-то обогатитель надо разобраться еще где обогатитель нас находится не знаю где может от на руле ну-ка это заводил к так здесь вот флажок на карбюраторе на обогатение он как бы три положения то есть при закрыты закрыты и открыты так понял так вот да ну-ка попробуем просто он не знал как его заводить так откроем туда клапана гремят похоже на счет гремит до а кранчик открыт вообще как тут открывается так это он до открыт вот таков закрыт так это на резерв до на резерве сражеских заводится он город не заводился хорошо что он уже признаки жизни подает да так вот так программ полностью закрыть можно разработать а газ чудо хочет хочет разогрелся может открыть мальчик или может закрытого другую сторону дима 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 так наш открыт вот так по ходу да по ходу беда бедовая а а Ну что ж, добавим холостых оборотов на карбюраторе, судя по всему все-таки открыт вот так, наверх, потому что закрываем до конца, он хуже начинает работать, так, холостых прибавим, с той стороны у нас винт холостого, пойдем посмотрим, так, вот винт холостого, скажи, ага, вот, вот винт холостого хода, винт качества, вот здесь вот, как на питбайках, карбюратор похожий, вот здесь вот, снизу винт качества, а винт холостого вот этот вот, то есть заворачиваем по часовой, добавляются обороты, вывертываем, убавляется, то есть нам нужно добавить, он не держит холостые. Это за 32. Ну-ка попробуем, что у нас получилось. Клапан гремит, да? Ну он уже завелся, это уже хороший знак. Какой наездник на нем ездил, что даже не знает, что где подпрутить холостые обороты, я просто в шоке. Пофигеть, значит, значит, он пол лета ездил без эти, без холостых. Как так вообще, не понимаю. Поэтому с ножки у него не заводился, значит. Да, потому что холостых не было, дергало, он не работал, походу получается так. Его пол лета с толкача, говорят, заводили еще даже, да? Да. Вот вам новый мотоцикл за 109 тысяч? 109 тысяч рублей. И так, ну что же, наши действия. Судя по звуку, я предполагаю, что все-таки клапана гремят. Сейчас гремит выхлоп. Сейчас гремит, просто остывает выхлоп. Ну да, это такое. Это пощелкивание и остывание двигателя. Так что наши действия отрегулируют клапана. Наши действия что-то разобраться с пробкой, с масляной. Придумать, как-то перерезать на другой размер. Но это уже второстепенное действие. Надо сначала, чтобы он нормально работал. Соответственно, отрегулируют клапана. Клапаны регулируются вот тут. Мертвые точки выставляем вот с той стороны. Похожи, как на 170-м двигатель, который мы снимали. Так же, такая же там крышечка, где регулируется смотровое окошечко. Соответственно, под отвертку. Надо снимать бак, соответственно, чтобы отрегулировать клапана.